Книга «Открытым оком», том 2. Вопрос 795. Взаимоотношения. Как мы узнали, верующие здороваются другими словами, чем неверующие, и благодарят за услугу какими-то другими словами вместо «спасибо», что это за слова? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В разных местах по-разному, но эта разница совсем незначительная. Приветствуют словами «мир вам» или «мир дому сему», а от Пасхи до Вознесения «Христос воскрес». Благодарят же одни, говоря «спаси Христос», а другие «спаси Господи». Считаю, что произнесение имени Христа дает больше шансов заговорить с другими именно об Иисусе Христе. Повторю один из многих случаев, бывших в моей жизни, когда это слово «благодарность» и «спаси Христос» послужило основанием для длительной проповеди и для многих людей. При пересадке на одной станции нам поменяли вагон, и при том не по нашему желанию. Мы молимся у кассы, а билеты еще не получены, и слышим, как поезд наш уже пошел от перронов. Мы выскочили, и вдруг поезд начинает останавливаться, но не для нас специально. Мы вскакиваем в один из последних вагонов и идем к своему через вагон-ресторан. Время – раннее утро. Проводница убирает в тамбуре, и мы втискиваемся через него в ресторан. Она нас пытается задержать, но идущие сзади всей вереницы, а нас около шести человек-паломников, думает, что проводница сама по своей доброте открыла нам вагон и громко благодарит ее. «Спаси Христос!» Здесь воистину происходит чудо, как в книге «Эсфирь». У директора ресторана в эту ночь был тревожный сон, как она потом нам рассказывала. И это слово «Христос» буквально подбрасывает ее. И она, лежа на своей тахте, открывает дверь и, высунувшись, громко спрашивает. «Где Христос?» Проводница отвечает, показывая на нас. «Вон они!» Едва рассвело, продавщица из ресторана находит нас, все разузнает и приглашает в вагон ресторан по заказу директора. Это как раз тот случай, когда я четыре часа в день проповедовал в ресторане всем его посетителям. Один из недовольных мной подошел и показал какую-то книжечку. «Я из КГБ! Прошу прекратить заниматься агитацией!» Директор сахарной комплекции надвинулась на него буквой «Ф», руки в боки, и презрительно фыркнула. «Да какой ты сотрудник, ты вчера едва тепленький от нас выполз! Сиди и не лезь, а то выпру отсюда!» Он галантно раскланялся и сел за свой столик. «Везде, всюду и везде произносите имя Иисуса!» 2 Тимофея 4,2 «Проповедуй слово, настой во время и не вовремя! Обличай, запрещай, увещевайся всяким долготерпением и назиданием!» Субтитры создавал DimaTorzok